Сегодня же руководители концерна, представители Внешэкономбанка и Ростеха встретились с главой Чуваши и Михаилом Гнатьевым. Ситуация в концерне вполне рабочая. У предприятий, работающих на территории республики, хороший потенциал. Это отметили все участники встречи. Но финансово-экономическая деятельность оставляет желать лучшего. Накопленные долги висят тяжелой ношей, но не дают двигаться дальше. Это вынуждает принимать на уровне правительства России определенные меры. Совместно с госкорпорацией Внешэкономбанк мы сейчас готовим общую программу для всего концерна трактного завода финансового оздоровления всех предприятий, в том числе предприятий, которые находятся на территории республики. И уже сегодня понимаем, что они будут комфортно интегрированы в предприятия Ростеха и как следствие получат тот потенциал, которым обладает наше предприятие для активного позиционирования как на внутреннем уровне, так и на внешнем уровне. Я думаю, что все процедуры пройдут достаточно мягко и достаточно не тревожа людей. Мы сможем сохранить производство и перейти в стадии развития. И в составе Ростеха я думаю, что вот просвет точно гарантирован всем предприятиям нашего концерна, которые сейчас переходят в управление Ростеха. Я не думаю, что здесь будут какие-то проблемы. Завод имеет хорошую перспективу. Будут соответствующие заказы. И те люди, которые сегодня работают, и с учетом дополнительных заказов будут приняты со стороны работодателя дополнительные рабочие силы. Это долги, которые были по зарплате перед работниками, а не погашены. Есть часть людей, которые работают не полной рабочей недели, но это временные рабочие вопросы. Поэтому сотрудничаем, эффективно ставим все эти вопросы, которые ставят работники перед нами, перед органами власти. И эффективно взаимодействуем. Будем реанимировать данные заводчики. Нами согласована дорожная карта с участием министерства и ведомств, с участием Ростеха. Значит, проработана и прорабатывает сейчас ситуация, как обеспечить операционное управление, переход акционерного контроля. Значит, в первую очередь удаляется внимание тому, чтобы было своевременно выплачивалось зарплата, не образовывались долги по заработной плате. Как решать вопрос с теплоэнергетикой, потому что мы вошли в зимний период. На это предусмотрены финансовые ресурсы в объеме до полутора миллиардов рублей. Мы готовимся к выдаче этих ресурсов. Нам надо сейчас пройти непростой период. Надо честно и откровенно говорить, что это организационный, процессный и так далее. Но все меры принимаются. Надо думать о том, как мы пройдем середину следующего года и будем начнем поднять объемов производства.